Доблесть, отвага и бесстрашие проявляются исключительно в противостоянии людей. Никто не усомнится в волевых качествах чемпиона по боксу. Никто не поставит под сомнение смелость героя войны. Однако существует борьба, участникам которой иметь железную волю и быть храбрым жизненно необходимо. И это борьба за стихией. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, именно от этих людей во многом будет зависеть ваша жизнь. Профессия, представители которой ежедневно борются с опасностью и преодолевают свой страх. Спасатели фурталите. Человечество нередко сталкивается с гневом природы. Страх перед подавляющей яростью разбушевавшихся стихий у нас в крови. Противостоять мощи природы. Устранять последствия проявления ее злого нрава. Работать в экстремальной обстановке и раз за разом наблюдать действительно жуткие картины. Можно сказать, что мужество – профессиональное качество этих людей. Для наших широт борьба с огнем в приоритете. Поэтому мне сегодня придется побывать именно в амплуа огнеборца. О специальном тренировочном комплексе нам расскажет Павел Малиновский. Скажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся и что вот это такое? Сейчас мы находимся на территории Омского учебного центра Федеральной противопожарной службы. Данное строение – учебно-тренировочный комплекс, называется ГРОД. Предназначен для тренировки пожарных и спасателей для работы в непригодной для дыхания среде. Первая комната – пультовая. Отсюда инструктор руководит ходом тренировки. За второй дверью – теплокамера. Зона кардионагрузки в условиях повышенной температуры воздуха. Сейчас вы чувствуете, какая здесь температура как раз. Здесь проходит тренировка газодымозащитников, готовящих к следующему заключительному этапу. Здесь находится дымокамера или лабиринт. Вот данное помещение при помощи решеток у нас поделено, видите, по вертикали на уровне. И в правдольном направлении тоже поделено. Данное помещение задымляется. Включаются световые, звуковые эффекты, имитирующие шум на пожаре. И пожарный выполняет поставленную задачу. Место без преувеличения жутковатое. От перспективы прохождения этого лабиринта становится не по себе. Но работа есть работа. Пора экипироваться. Пора экипироваться. Пора экипироваться. Ну, кажется, в огне не сгоришь, в воде не тоньше. Насчет воды не знаю, но в огне-то точно не сгорешь. Надеваем защитную каску. И я пошел. Грот ждет. Для начала побегаем. Впереди теплокамера. Итак, мы находимся в специальной тренировочной комнате МЧС. Температура здесь около 40 градусов. На мне не полная амуниция, но вообще дополнительно надевают. Около 16 килограммов. Воздушный баллон. Специальная дыхательная маска. Что еще усложняет задачу. Здесь есть три кардиотренажера. Мы начнем с беговой дорожки. Стоит сказать, что на тренировке спасателей количество человек в отряде строго регламентировано и равняется трём. Поскольку одному действовать опасно, совместная слаженная работа – ключ к успеху. Поэтому пока один бегает, остальные работают на других тренажерах. Второе упражнение – степ-тренажер. И, наконец, молот. После степ-тренажера мы приступаем к тренажеру под названием молот. Это, в принципе, обычный тренажер на трицепс. С той ремаркой, что здесь 25 килограммов веса. И более такая взрывная тяга идет. Потому что кардио есть кардио. Начнем. Весьма тяжело работать с такой нагрузкой при такой температуре воздуха. Вспоминаешь жаркий Таиланд, только на тебе еще дополнительный вид. Куртка и тёплые штаны. Весьма тяжело. Поэтому быть спасателем – это нелегкий труд, запомните. Ну а напоследок – истинный ад для клоустрофоба. И, без сомнений, самый жуткий элемент грота – дымовая комната и лабиринт. Погнали. Раньше проигрывал, что не просто быть пожарным и спасателем. Теперь это точно надо. Чего надо сказать? Это имитация реальных условий. Примерно так они и работают. Ободряющие крики. И вот она, финальная инстанция – это вот труба. Выбрался. Отбей. Сейчас надо было проползти по трубе. Там очень дымно. Точнее, вообще ничего не видно. А на диаметре 80 сантиметров ты ползешь вот так вот. Но я выбрался. Я молодец. Незабываемое ощущение. К слову, немного распорядки дня сотрудника МЧС. Тренировки – далеко не все. Привел мышцы в тонус, освежил и наработал необходимые навыки. А затем заступил на 24-часовое дежурство. За это время может случиться всякое. И нужно быть готовым ко всему. Первое отделение на выезд. Первое отделение на выезд. Первое отделение на выезд. Первое отделение на выезд. Первое отделение на выезди. Продолжение следует...